Пацаны, всем привет! На связи Юра Лассерда. Разбираем сегодня историю от подписчика. Летс го! Привет! Давно подписан на твой канал, полезный контент, делаешь красавчик. Здорово, братан! Спасибо, от души мне приятно. Только почаще видосы выпускаю. Во-первых, интересно самому послушать, что там у пацанов с бабами в отношениях происходит. Во-вторых, так новых подписчиков больше будет приходить. Поверь. Ну, поверим на слово. Я думаю, в принципе, тоже, что количество решает. В принципе, как в отношениях с девчонками. Количество решает. Чем больше делаешь подходов, тем больше, соответственно, знакомств у тебя в жизни и происходит. Правильно? Правильно. Хочу я рассказать свою историю недоотношений с девушкой, в которую был влюблен, наверное, сильнее всего в жизнь. Потому что даже первый поцелуй в своей жизни я не помню так хорошо, как первый поцелуй с ней. Ха-ха. Ну, на самом деле, да, когда влюбляешься, первый поцелуй запоминается, возможно, очень часто сильнее, чем первый поцелуй. Я думаю, что в этом что-то есть. Наверное, это и есть любовь, да? Да. Но, опять же, такое бывает. Настоящая любовь один на миллион, к сожалению, да. Дело было так. У меня с девушками всегда были проблемы, если говорить на чистоту. Внешка, средничок, общение так себе. Да и боялся я всегда с ними знакомиться. Поэтому в то время знакомился большей частью в интернете, а именно в пабликах ВКонтакте, типа, кто пойдет погулять, кто со мной и тому подобное. Ну, кстати, на самом деле, раньше я иногда тоже там периодически знакомился в таких пабликах, но конверсия там так себе. Поэтому, пацаны, кто сейчас надумает знакомиться таким способом, не рекомендую. Потому что, ну, сейчас как-то все это дело уже выгорело. Телки охуевшие, собственно, как и всегда. И вот как-то раз в одном из таких пабликов я увидел девушку, в которую влюбился по одной только фотке. У каждого, конечно, свой идеал, но лично для меня ее внешность была просто 100 из 100. Но я думаю, что это была, наверное, симпатия. Все-таки вряд ли это прям любовь, может быть, влюбленность, но любовь вряд ли, конечно. Ну, да ладно, чему, доебываемся на мелочи, правильно? Она писала что-то типа, кто составит компанию погулять, я, конечно же, сразу написал ей. Хоть и было стрёмно, как никогда раньше. Ну, конечно, когда девушка нравится, всегда стрёмно. Это нормально. Кстати, пацаны, есть такой факт научный, да, так сказать. Британские ученые доказали, что вообще любому парню всегда стрёмно знакомят с девчонками. Даже я, несмотря на свой большой опыт, если я вижу прям очень красивую девчонку, мне тоже стрёмно. Собственно, в чём главный весь секрет? Главный весь секрет в том, чтобы перебороть свой страх и, соответственно, просто подойти и заговорить с ней. Дальше уже как пойдёт. Так, ну да ладно, вот так мы и познакомились. Стали общаться сначала в ВК, спустя пару дней договорились погулять на выходных. Но она сначала не смогла, поэтому мы договорились на другой день и продолжили общение в переписке. Ну ладно. Так. Конечно, не видя ни разу девушку, сложно сделать какие-то выводы. Но я почему-то был на 100% уверен, что это прям моё. Ну, такое бывает, бывает, да? Это нормально. И вот, наконец, настал день нашей первой встречи. Я долго собирался, волновался, пипец как. Думал, даже, может, она опять отмажется со встречи или просто не придёт. Но нет, мы встретились в центре города, и как только я её увидел, я понял, что на самом деле влюбился с первого взгляда. Тут отмечу небольшой нюанс, пацаны, что если девчонка сливается один раз, в принципе, это нормально. Ну, не то чтобы нормально, но, может быть, реально она занята или что-то ещё. Вот когда договариваетесь на другой день, и если вы в другой день встречаетесь, всё окей. Если девчонка уже сливается два раза подряд, но это говорит, скорее всего, о том, что она просто не заинтересована в встрече с тобой. И если уж она сливается третий раз, то, скорее всего, тебе про неё придётся забыть. Ну, точнее, не то, что придётся, а самый оптимальный вариант будет с твоей стороны. Но тут, как мы видим, девчонка не слилась со второй встречи. Так, увидел, понял, что на самом деле влюбился с первого взгляда. Пацаны, поверьте мне, это чувство неповторимо. И, как говорил Юрец, возникает только с одной из ста девушек. Да, и вправду, видите, как славно. Видимо, канал смотрит внимательно парнишка. Так, дальше что? Мы немного погуляли и пошли перекусить в Маке. Там я первый раз взял её за руку, после, получив взаимную реакцию, обнял её. Кстати, вот тоже, пожалуйста, да, если денег нет, можно, пожалуйста, идти в Макдональдс. Конечно, это не самое лучшее место, куда можно отвезти девушку. Но тут, я как понимаю, парень ещё был достаточно молодой, да. Вот, и, в принципе, если бюджет ограничен, то это как бы лучше пойти, там, посидеть где-то в Маке, в KFC, нежели чем в какую-то там холодную погоду, да. Я не знаю, потому что сейчас зима, я не знаю, что тут на улице происходит. Но если, например, холодная погода, да, то лучше уж посидеть хоть где-то, попить кофе, там, что-нибудь перекусить, нежели чем слоняться по улице и мёрзнуть. Это правильно. Так, я до конца не мог поверить, что тоже ей понравился, поэтому немного тупил, что делать дальше. Но в конечном счёте взял яйца в кулак, так, и поцеловал её. Красавчик! Вот сегодня прям позитивная история, мне это нравится, в принципе, всё неплохо. Так, клянусь, это был самый охуенный поцелуй в моей жизни. Я помню, как мы сидели и целовались в забитом народом Маке, и нам было просто похуй на всех. Вот это замечательно, так и надо. Славно. Так и начались наши недоотношения. Я тогда был не сильно опытный в отношении секса, да и квартиры свободной для этого не было. Поэтому просто перепи... Блядь... Хотел прочитать, перепихивались. Поэтому просто переписывались, болтали по телефону, гуляли и ходили в различные кафешки. Примерно пару раз в неделю. Хорошо. Конечно, я хотел видеться с ней чаще, но она постоянно говорила, что занята учёбой, и что для неё это очень важно. Поэтому она не может чаще выбираться погулять. То есть это на самом деле подозрительная хуйня, потому что если ты понравился девчонке, если она в тебя уж тем более влюбилась, да, точно так же, как вот в этой ситуации, например, ты в неё, то мне кажется, она бы нашла время видеться хоть каждый день. Тут, скорее всего, что-то с этим не так. И это похоже больше на отмазку. Потому что, опять же, я повторюсь, что какая бы ни была важная учёба, всё равно симпатия, чувства к парню, они важнее намного, как и у парней, чувства к девушке. То есть поставь себя, да, на место девчонки. Например, тебе нравится девчонка, очень сильно нравится, и что-то хочешь сказать, что ты бы с ней не встретился, потому что у тебя какая-то учёба, да вряд ли. Ты бы, скорее всего, либо забил бы хуйню учёбу, либо отпросился, либо там всё сделал пораньше и пошёл бы с ней встретился. Так, ну ладно. Я думал, ну ладно, хотя бы так, это же лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего, но всё равно не очень хорошо. И вот так мы общались на протяжении чуть больше месяца, а потом она стала отдаляться от меня. То у неё времени нет, то по учёбе дела, и так, в конце концов, мы со всем перестали общаться. Я много раз пытался поговорить с ней на эту тему, но каждый раз она начинала злиться и говорить, типа, я тебе уже всё сказала, почему ты мне не веришь? Я подумал, что не стоит навязываться, ведь если она тоже что-то чувствует ко мне, то время всегда найдётся. Но, увы, времени так и не нашлось. Хуёвые дела, сынок, ну в принципе, что тут сказать? Ну, блядь, ну хуёвые дела, всё. Тут я не знаю, конечно, ты просто написал бы, блядь, поподробнее, я бы поподробнее его понял, потому что, конечно, вы просто стали общаться чуть меньше, она, типа, агрилась, то, что ты там об этом говорил, да? И потом вы перестали общаться, типа, ну как-то, ладно, давай посмотрим, что дальше ещё. Я много раз винил себя потом в том, блядь, я много раз винил себя потом в том, что так просто отпустил её, и что, может, надо было настоять на своём, но логикой понимаю, что вряд ли бы это что-то поменяло, если она сама этого не хотела. С того момента прошло уже несколько лет, я прокачал себя в плане в денежке, пошёл в качалку, стал лучше одеваться. Это красавчик. После неё у меня было много других девушек, но её забыть я почему-то до сих пор не могу, нанеси чувства просто, что ли, всё не так круто, как было с ней. Так, скажи, Юрец, из-за чего она так пропала, может, я где-то накосячил, хотя вроде бы ничего плохого я не делал. В общем, интересно было бы тебя послушать. Я сам, на самом деле, нихуя не понял, братан, но давайте отталкиваться с того, что всё-таки ты написал, да? Значит, вы на протяжении сколько там, подожди, чуть больше месяца, на протяжении чуть больше месяца вы, типа, видели пару раз в неделю, переписывали, созванивались, да, болтали. Вот. Так, потом что, соответственно, она стала отдаляться, и вы перестали общаться. Ну, в такой ситуации, если вот реально прям всё так и было, если ты ничего не забыл, там, добавить или, не знаю, что-то уточнить, я думаю, скорее всего, что у неё кто-то был просто ещё, кроме тебя, понимаешь? Очень часто бывает такое, что девчонки, они общаются не только с одним парнем, а с несколькими парнями, например, там, с двумя, с тремя, и, соответственно, потом остаются с кем-то одним. Такое бывает, и, в принципе, что уж греха таить, я сам так иногда делаю, когда ты знакомишь с несколькими девчонками, как бы сначала с одной потусил, потом с другой, там, с одной вроде тусишь, тусишь прикольно, потом хуяк заебало, всё, слился от неё к другой девчонке. Я думаю, это самый вероятный вариант, ещё может быть такой вариант, что всё это время где-то как-то на горизонте у неё маячил бывший, скажем так, и ты, возможно, был, знаешь, таким просто парнем, чтобы на время отвлечься, чтобы пережить, скажем так, эту депрессуху после расставания, да, с её бывшим, а когда уже бывший в этом плане к ней, там, опять стал подкатывать, к ней, там, опять стал возвращаться, то она, соответственно, на себя забила хуй и вернулась к бывшему. Такое бывает, и я думаю, что это самые два максимально вероятные варианта. Нет, ну, конечно, есть третий вариант, что она просто ёбнутая, и всё, как бы. Но я думаю, что, скорее всего, да, либо у неё просто кто-то был помимо тебя, либо какой-нибудь там бывший на горизонте. Это единственное, что я могу предположить, судя по тому, что ты написал. В следующий раз, пожалуйста, пиши подробнее, дружище. И, кстати, да, пацаны, всем, кто вот пишет такие истории, имейте в виду, что нужно писать подробнее, чтобы я всё понял. Так, ещё вот... А, ну и всё, короче, да, в общем, было интересно тебя послушать. Кстати, спасибо за мотивацию от тебя, иногда грустно так становится, ничего делать в плане девушек не хочется, твои видосы посмотришь и думаешь, ну, и РСА же получается, чем я-то хуже. Не, ну, пацаны, по факту чё, если реально, если уж у меня получалось, значит, тусить с девчонками, и сейчас получается, да, то почему, в принципе, не получится у вас, имейте это тоже в виду. Продолжай в том же духе, если будет стрим, обязательно задоначу копеечку. Всех благ. Спасибо, братанчик, тебе тоже всех благ. Вот, пацаны, что? Ваше мнение в комменты, потому что я свои предположения выдвинул. Я думаю, что это либо какой-то ещё парень, либо это её бывший. Других вариантов у меня нету, вот. Кстати, касаемо именно вот настоящей, да, там, любви, влюблённости, мне кажется, тут прям по факту в этой истории парнишка отметил, что один раз попробуешь и никогда не забудешь, вот. Так что, пацаны, с вас комментарии, лайки, подписчики, если подписчики ещё нет, да. Я с вами на этом покачаюсь. Присылайте мне в ВК свои истории, если интересно, чтобы я их разобрал. Так что всё, пацаны, всем удачи, всех обнял, пока. Все, кто смотрит Лос-Серда, все подписывайтесь на Лос-Серда.